вот-вот говорят эфире там такие вещи вас родители не погибли на это все работаем все мы работаем мы в прямом прямом эфире меня зовут евгений додолев в гостях у меня эльман пашаев в третий раз и как говорится бог троицы любит мы полюбим этот эфир потому что узнаем то чего не знали раньше и главное вы удовлетворены результатом 8 лет приговора вашему доверителю михаилу ефремова здравствуйте я удовлетворен своей работой а по поводу результата я ему давным-давно говорил что пресненский даст 8 лет мосгор год сбросит покажет свою гуманность 7 лет но я говорю у нас основная надежда или кассонной инстанции верховный суд так и надежда на что но я ему показывал все у нас все шансы для оправдательного приговора судя игнорировал все то есть вы по-прежнему употребляете это словосочетание оправдательный приговор точно даже если какие-то но если будет адвоката работа который я сделал продолжит потому что они другого уже не могут предложить они будут ссылаться только на те моменты материал который у меня в материал дела имеется который я работал то есть что вы понимали апелляционная инстанция когда вступает новый адвокат он только на основании моей работы работает то есть продолжает он не может с новой позиции прийти он не может новым доказательством прийти потому что если по уважительным причинам что-то они добьют это найдут это другой разговор а в самом деле они будут исследовать только те материалы моменты которые следовалось суд первой инстанции я и наверное знаете я журналистам тоже говорил до приговора 78 лет дадут ему он это знал то есть для него не было сюрпризом для него не было сюрпризом единственное я два дня не спал когда он сказал что я признаю свою вину его обманули то есть минуточку вы сейчас перейдем к этому вопросу он вам сказал что он признает свою вину и вы его не стали отговаривать как адвокат я ему с ним поделиться я ему говорил что вы знаете чтобы еще раз хочу пояснить вашим зрителям признание вину дело михаила ефремова было бесполезно по одной причине даже если он не совершил признал свое вино добровинский туда вошел для хайпа туда это в процесс процесс но мы целый месяц вели переговора с добровинским с каждым потерпевшим мы максимально пошли ва-банк возместить морально материальный ущерб я знаю первую очередь надо работать с потерпевшими я своих помощников отправил в рязань чтобы прямой без адвоката с ним пообщались им объясняли что мы готовы возместить морально материальный ущерб мы готовы на что они ответили что наш представитель нам говорил я вам обеспечу заработок денег то есть по телеканалам я вас буду приглашать телеканал вам будет платить деньги суд это мой никто ничего признавать не собирается ничего деньги брать не будет и никто не будет просить смягчающих обстоятельств почему с первого дня каждый просит что ефремова надо жестко за наказывать я хочу и вашим зрителям но они зрители вот этим сусликом по я каждый раз говорю который себя считает агрономом который южеспруденцы очень хорошо понимать потерпевшая сторона просить его максимально наказывать что такое он получил бы условный срок или 5 лет вообще когда говорят они понимают что говорят в этом случае 6-7 лет это при наличии смягчающих обстоятельств уже у него у нас имеется все что какие смягчающие обстоятельства то что на иждивение 2 малолетних детей несовершеннолетний ребенок дочь на иждивение болезнь его как болезнь но к сожалению нельзя это адвокатской тайны что-то мы про алкоголизм говорит нет ни в коем случае я не в коем случае нет конечно у него покойный отец от этого скончался умер это хроническая болезнь у него сколько у него наград заслуженный артист лавра лауреат государственной премии это все смягчайшие обстоятельства но еще раз да наши до народа до людей никто ему даже пять лет не дал бы потому что добровинский ни в коем случае не пошел с нами на переговоры почему есть вами это самой лично так я же лично вел все переговоры потому что и здесь нужно было смерти человек строить праздничные мероприятия уже видели то на самокате то на какой-то машина то на 3 с утра до вечера только в суде ржали не смеялись а ржали я же вам прошлый раз говорю даже михаил неоднократно замечание сделал что как вы себе позволяет человек погиб вы здесь ржет и все толпой собрались вот и все и люди не понимают судили ефремова не гражданина я же сказал по аналогичным преступлениям с двумя трупами все условным сроком закончили с двумя трупами потому что сразу возместили моральный ущерб материальный ущерб возместили сразу сами потерпевшие пришли просили что строго не наказывать просим даже прекратить уголовные дела но правда это не частные обвинения каждый пришел именно у этого же следователя вы расскажи этот случай своей практике с аналогичное дело на данный момент в этом же следователи было у нашего следователя который расследовал дело гипермана здесь судили расследовали не гражданина который переступил закон и здесь судили только евро его у ефреймова не гражданина чтобы понимали почему потому что он участвовал в проекте гражданин поэт если мы про гражданина ну потому что он занимал оппозиционную ну вы знаете я вас неоднократно отвечал но может быть вы поменяли уже в том числе в том числе и за этого в том числе при том что вы утверждали что никакого политического нет политики нет но это по мне это политика нет политика есть определенную это не политик хорошо вы начали рассказывать что кто-то из близких людей подставил вы употребили слово подставил вашего доверия знаете я говорю два дня не спал когда сказали что к сожалению я не буду рассказывать все раскрывать нет уж давай давай да нет давайте уже что признать свое вино тебе за эти ничего не будет ему сказал это ему сказали его кто в родственнике близкий человек этот человек выступал в суде да ну тогда мы собственно здесь у нас не будем уточнять пожалуйста не будем уточнять я вам говорю как есть хорошо объяснить ему что когда прокурор 11 лет просил да я ему говорю ну что вы же говорили же меньше попросит так он да это моя ошибка это судья общались это без секретов нет потому что судей все записывалось это в записи есть суде все хорошо этот человек хотя бы можем уточнить тогда его гендерный предлежит это мужчина или женщина как все я ответил на вопрос я вас прошу нет но фуфу на этот последний вопрос же вы же мужчина мужчина но там собственно тогда как как бы я так понимаю что лично я для себя делаю вывод что это никита высоцкий потому что просто просто не 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 остается все-таки хотелось бы уточнить на вот сейчас удивило да который человек люди в этом ничего не понимают вот каждый себя сочетал офигенным специалистом даже за моей спиной хочу вам сказать плат сколько адвокатов который каждый мой шаг согласовывалось вот тут я ей за что благодарен за ее честность спруги она честно мне говорила что ему я все сына спрашиваю и михаил сам неоднократно говорил альман с кем бы не общался все сказали лучше мы не видели а я им в шутках говорил знаете но не надо на мою работу оценку давать кто-то появится скажет вот это самое лучшее предложение мы даем пускай паша в это применяется суде пускай дает предложение кто что предлагает не надо за моей спиной оценку давать пусть пресса они такие умные грамотные но пускай дается это оценку нет не хотят с вами встречаться его подождите я готов с любим чем любым человеком встречаться по поводу знаний южеспурденции по поводу работы своей а если этот человек хороший специалист а почему боится встречаться значит есть чего может вам что угодно рассказывать но со мной же это не пройдет ну я их понимаю они молодцы правильной позиции выбирали не встречались даже не однократно говорил собирайте кого хотите я всегда приеду ход 10 ход 100 человек собирать я приеду у меня всегда разговор был крайне жесткий когда начинали что-то предлагать мир может их этих людей собрать они тут же пропадали вот это советник тут же пропадали ну вот на вот этот момент мы с вами в прямом эфире вот сейчас вы являетесь адвокатом михаила евремова или уже нет я сейчас до подачи апелляционной жалобы я являюсь его адвокатом так моя работа окончена суд первой инстанции закончен я работу закончил все то есть я исполнил свои обязательства перед ефремовым только по закону я должен апелляционную жалобу давать а потом уже если там придем к общему мнению или не придем будет как новый адвокат новое дело апелляционной станции чтобы вы понимали почему я так рожевая то есть это новое дело не то что он от меня отказывается нет когда звучала информация что в грамотность моя работа закончил нет ну было сказано что михаил сказал что вы его подставили подвели он отказывается от вас и доверяет только своей жене вы софи находитесь на связи я вам отвечу я вчера утром у него был в изоляторе да так мне хороший предложил что общественники к нему заходят говорят вы можете сказать что паша и вас подставил вас будет хорошая жизнь так это он вам рассказал бы я вчера утром у него был так я говорю выбирайте свою жизнь я понимаю что здесь тяжело вам выбирайте свою жизнь как вы желаете как вы хотите и после чего даже час не проходит или два часа общественника города мы были же сказала что подставил вопрос чем если как чем то тем что он получил срок 8 лет максимальные по по этой норме стих что давали ефремов об этом узнал и два месяца назад я говорил о том что срок будет 8 8 лет если он не знал я же даже скажем этого не было два месяца назад его подруги говорили что 28 месяцев получить близкий подруги биркович биркович 8 лет получит кто и говорил это юристы и говорили или просто просто знакомые до хорошие знакомые и перед выполнить если 10 дней две недели до приговора когда мне вопрос задавали сколько ефремов получит я сказал 78 лет а что он не слышал что я говорю даже если на то пойти он находится в изоляторе надо к нему относиться с пониманием я отношусь я который меня все телеканал а с утра до вечера грязью обливает я сильно с пониманием отношусь не каждый человек выдерживать в изоляторе вы не каждый человек сохраняем вас вы в на во время нашей предыдущей беседе говорили что ему было бы лучше в изоляторе потому что хотя бы там он общался с людьми а так вот общается только с пашаевым и с женой сейчас объясню этот было на тот период который он был на свободе я рядом он раньше был под защитой пашаева а сейчас он под защитой государства государственной властью но я хочу тоже подчеркнуть вот сказать благодарность начальник сизо номер пять в рамках закона настолько делается четко конкретно даже придираться не к чему только строго в рамках законодательства работают они вы про федеральные каналы сказали ну вообще про работу журналистов на одном из федеральных каналов была показана запись где вы сидите за столом с михаилом поедаете персики и обсуждаете тактику поведения вы снимали откуда это вообще съемка взялась вообще-то я человек в сфере если я про в сфере журналисты ничего не понимаю нет вы же вы же вы же журналист у вас есть опыт журналисты романгент этих 90-х годов нет его не так была развита журналистика был молодым пацаном если это я сделал бы я его сначала профессионально готовил бы михаила пихо или беседе и сам также ему так красиво все про рассказывал бы что я знал бы и что идет съемки что когда народ услышал чтобы они как-то сочувствовали были наоборот я меда я его подготовил бы я знаю же как надо готовить даже моя работа живите уже сидим ржом и это ждем это персики для песни живем и а погоде о природе и ни о чем ну разве это меня за с какой целью нужно было вопрос хорошо это съемка бить приходила в квартире самого михаила кухня на гну на 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 кухне и в ее квартир кто был в квартире в это время не будем уточнять были брали чужих не было а то есть по посторонних не было то вы взяли только раз я конечно нельзя было нарушать домашние условия домашнего ареста после приговора вы с женой софии обсуждали конечно так что что она вам сказала ничего не говорил и просто ее достали ее настолько достали вам знаете еще один есть очень хороший известная личность у нас да опять же в сфере михаила с первого дня самый один жесткий критиков в мой адрес то же самое который в части организовал против меня много чего это известный очень известный актер даже один раз он не выдержал мне спрашивать почему он на тебя так против тебя такси хайл спросил договора почему настолько против тебя настроен я говорю знаете была девушка у одной девушки два любовника один он второй мой близкий потом она хотела избавиться от моего близкого знакомого она заказала его через него чтобы его привлекли к уголовной ответственности посадили он это организовал в суде поломал вернулся обратно я защищал его вы понимаете я когда слову понимаете его состояние но у меня были когда видеоматериала как он заходит с ним в гостиницу как оттуда выходит когда мне сказали что у него есть семья прекрасная супруга я никогда не разрушить семью даже как ко мне не относился как бы он грязь меня не обливал полтора миллиона дали же он просили полтора миллиона даю дай нам это кадр для эфира я это никогда не сделаю что разрушить семьей но хотя бы настолько человек без этому мозгов нет уже знает что не значит у меня есть это кадр видео кадры как он заходит в гостиниц второй снимал второй любовник там санта-барбара было вы интригуете всем фамилии не называетесь и я говорю откуда кто меня больше критикует найдете вот знаете кто вас не критикует нет это самый яростно это критиковал сначала он потом о ком с вами говорили что я с ним как дочь уже достали каждый приходит знаете а погода природе каждый хочет мне показать учить как работает я им говорю слышно и хотите помочь ему но материально помогите вот вы о чем говорите несете офигенно это ахине несете говорю материально помогите и тут же пропадали но ясно делал после то меня кто полюбит а меня ненавидели раз мы про материальное начали говорить и помочь сколько денег предлагали потерпевшим мы готовы были с ним договариваться мы не предлагали мы хотели выслушать их мы с ним хотели договариваться но я почему каждый раз говорю я даже михаил вар 50 миллионов рублей которые они просили они 50 миллионов 50 миллионов мы знали что у нас нет такой возможность даже там там же дом помог прибалтики есть у михаила которые но вы знаете причем дом не дом здесь потерпевшим не дали возможность еще раз договорить этого у этого уже я же ответил потому что у нас все было бесполезно в суде даже судья удивилась какие методы не применил что с ним примириться чтобы признать вину а почему потом уже меня понесло что что за потерпевшие откуда они после чего это я начал что господа но это не умышленное преступление ну это понятно этому сейчас папа по второму кругу пойдем давайте мы с темы материальных и вот я услышал да про и про деньги я в прошлый раз вас спросил относительно вашего гонорара вы тогда ушли от этого вопроса сейчас мы можем вернуться к этому вопросу когда делал да пожалуйста вы знаете когда я вошел эти дела я не буду еще раз рассказывать вы знаете что я долго отказывался гонорары были очень большие озвучена была сумма я когда уже приступил к работе но вы знаете я сказал 34 дня не был не в состоянии я когда изучал материал дела я сразу им сказал не стоит мне гонорары платить да 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 я им сказал почему я говорю вы знаете по данному материалу пока он сейчас признает вину я дает вам не нужен для этого за 500 долларов наймете кого-нибудь для признания вина адвокат не нужен вы понимаете не нужно но адвокат нужен процессуально чисто не нужен это пиццы вы работаете без компенсации без награждения я им говорю я вам не нужен но проходит две недели начинает добывать определенные доказательства его невиновности опять возвращаем знаете часть я им говорю мы с вами договорились я работаю на результаты я на данный момент не вижу результат я хочу уточнить вы общаетесь с михаилом софт конечно это тем конечно семьей я говорю я не могу с вас взять деньги такие деньги которые я не вижу результатов 78 лет я вижу но если вы выдержите я им сказал будет прессинг очень жесткий 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 если вы держите апелляционные станции апелляционные инстанции в касаться или верховный это дело развалю вот тогда который пообещали развалить это делал возможно он он сейчас господь бога обещает я развалю сейчас сказали развали в рамках закона там понимаю прямые весомые доказательства очень прямые весомые я какие ну какие хоть к сожалению я же говорил там не следовало машина захарова насколько он превысил скоростной режим при превышении скоростного режима увеличивается получение травмы также с его стороны но в джип михаилами михаил выехал на встречную полосу просто не имеет значение определяется вина каждого человека здесь хорошо могло быть если он еще бы превысил скорость на 20-25 даже как минимум судьми эксперт устанавливает есть он не нарушил бы он какие увечья получил бы меньше если он получил вот это все сам нарушая скоростной режим один из моментов это у него михаила получается причинение тяжкого вреда здоровья не со смертельным исходом а тяжко вреда здоровья это уже другой состав преступления первое второе медицинская скорая помощь когда приехала скорая помощь они не оказывали медицинскую помощь эксперты допрашивали вы можете говорит какую медицинскую помощь оказывали это скорая помощь она не видит и видео видно что никто не подходит к нему к захарову а у него рука был открытом доступе опять же за не оказание медицинскую помощь смерть человека не михаила вина опять же но у него получается причинение тяжкого вреда здоровья в состоянии алкогольного опьянения 2 3 это я вам говорит самый существенный потерял кровь болевой щек если они сразу начали бы ему оказать медицинскую помощь переливать кровь или как минимум минимизировать болевой щек увеличивалась бы его шанс врачи говорит да я начинаю а почему вы это все не сделали она говорит надо комплексной экспертизы проводить мы просим суд заявляем ходатайство это их эксперт назначьте комплексной экспертизу я вам вкратце говорю юридически это долгая папея отказывается она назначать экспертизы сам эксперт говорит я не могу ответить на этот вопрос нужно комплексной экспертизы переворачивать машину вот где он сидел увеличивалась или уменьшилась это проем объем где он сидел потому что которые в его теле были металлические там там арматуре давно все что было они же по в его теле очень много было же запчасти автомобиля и в том числе с переломанной ребра очень много было когда его переместили эту машину у мог еще при этом получить дополнительную травму тоже никто ничего не следовал назначаем просим нигде лицо людей не видно назначаем экспертизы идентификации личность и наших свидетелей их свидетелей судьи отказывают по пальцам назначать кто где стоит я такого первый раз за 20 лет слышал и видел тоже это чистая отмена основание суде не в кассе личность кто где был это в самом деле их свидетели полностью противоречили друг друга свидетель государственного обвинителя добровинского а в самом деле все телеканалы показывать постоянно какой-то инопланетянин управлял машины якобы мы говорим это глупость никогда в жизни мы такие вещи не говорим специально это фейк выпускают они журналистам и голову морочить какой какая дурная защита у ефремова я вам говорил да одно открытом доступе будет хороший учебник вот именно это судебное заседание вы увидите это все я работал без гонораров вся моя команда работала без гонораров почему потому что я прекрасно понимал зачем если результата не дам зачем взять деньги с утра до вечера мы работаем и с вечера до утра вся команда 6 человек вовсе там аудиозапись слушали готовили нам распечатку а я им ежемесячно платил зарплату на зарплату большие но мы напомним что у вас 170 где дел в работе в год поэтому понимаем не только за когда говорю по этому делу ваша я взял деньги я оказал даже по все первой плате деньги бесплатному адвокату я работал 51 ты что когда государство нанимает особенно не мая там тысяч рублей тысячем рублей в день платит я работал я и мой партнер шаргородская мы работали бесплатно почему мы знали суть первые инстанции 2 инстанцию на шансов нет это знали с каждой но если после первой инстанции не у кого-то нервы не выдерживать или с утра до вечера рассказывать то есть опять же ваш коллега что его подставили якобы он говорил чем вопрос деньги взял что-то обещал или какие-то условный срок обещал или минимальный срок обещал если с потерпевшей стороной невозможно было договариваться я же понимал что делаю и поэтому работали бесплатно но хорошо в была информация в самом начале что на подушке безопасности она на водительском месте сработала найдены днк михаил олег не правда это неправда нет конечно его днк как раз его не обман подушки безопасно днк михаила не установлена за рулем отпечаток пальцев это не михаила не михаила принадлежит а чип не возможно эти чьи отпечатки пальцев не работали не хотели слушать печатки пальцев они пропали из дела или они до сих пор что не установлено об этом есть пишут что не установлено, кому принадлежит. Все, точка. На руле. И на руле подушки безопасности ДНК. Однако. А вы понимаете, почему я говорю, оправдательный приговор? Там есть очень много нюансов. Сотрудники ДПС сами говорили, что когда мы документы просили, он пошел в машину, что-то искал. Он пальцем трогал подушку. А мы любой куда трогаем, у нас остается эпители. Весь остается. Жир, пот и так далее, и так далее. Остается сразу. Отпечатка Ефремова установлена только с правой задней стороны автомобиля. С правой задней стороны. И что это значит? По вашему мнению, в вашей трактовке, что это может значит, что он сидел на заднем сидении? Или он сидел на заднем сидении? Или свидетели установили, что пальцем показывали, они готовы понести ответственность. Они знали, что за этим их могут сажать. Свидетели. Они сказали, мы своими глазами видели, что с правой стороны сидел. Еще раз говорю. Сзади. С правой. Спереди. Спереди. Ладно, если не так. Почему отказались проводить экспертизу? Почему? Время прошло. Нет. Это остается на долгие годы. Это же подушка. Там же или слюна, или крови, или времени безопасности, или в салоне куда-то сиденье подходит. Где сиденье, где он сидел? По-любому, я сказал, хоть слюна, хоть что-то осталось там. Давайте, следуйте. Не следовали. Я уверен, касаться отменит. Я уверен, что... Уверены просто, не предполагаете. Я уверен, что касаться отменит, значит, это будет оправдание Михаила. Если этого невозможно, в рамках уголовного процессуального законодательства, если свидетель указывает, кто где находился, они должны следовать. Следователь обязан следовать. Ну, у нас это было в суде. Суд должен был назначить экспертизу или вернуть на ДОС. То есть на дополнительное следствие. Следованию. Ни того, ни другого не сделали. Восьмого числа совершено. Восьмого числа вынесли приговор. Сегодня было ток-шоу на одном из федеральных каналов, где говорилось, что какие-то очень влиятельные люди консультируют Софью. И Михаил доверяет исключительно Софье, а значит, фактически этим людям. Вы понимаете, о ком речь? Я не спрашиваю, кто эти люди. Нет. Хорошо. Понятно. Эта улыбка обозначает, что да. Хорошо. Поехали. Известная актриса АУК написала в Фейсбуке, что у вас погоны ФСБ. Что вы чекист на самом деле. Я, конечно, не понимаю, что вы не можете сказать, да, так и есть. Но хотя бы объясните. Был интерес со стороны этой службы к этому делу? На вас кто-нибудь выходил? Вы обсуждали с кем-нибудь из чекистов обстоятельства этого дела? Давайте это скажем. Ладно, скажем. Если у меня были бы какие-то связи с ним, откуда ей известно? Значит, плохо работает чекиста? Наверное, я вам ответил. Если кто-то знает, с кем я работаю, или я не соответствую негоде к этой службе, или фантазию человека. Про Фейсбук размыли. Ну, они никогда плохого. Я уверен, что плохого к себе не заберут. Понятно. Хорошо. Принято. Про Фейсбук мы заговорили. Вы сами ведете эту социальную сеть? Или у вас есть помощник, который выкладывает? Никто иногда, когда у меня время есть, что-то вкладываю или пишу. Ну, я просто обратил внимание, что в этом аккаунте, который ваш, там просто фото жабы такие очень смешные, которые не вяжутся с вашим образом. Где вы с фотографией, где вы с Михаилом, вы как бы говорите ему, пусть они докажут сперва, что ты Ефремов. Ну, это когда мне высылают, я дыряю настроение. То есть вы эти вещи как бы тиражируете, они вас не обижают и не... Я же вам просто говорил, что меня обижать нереально невозможно. Я всему отношусь всегда спокойно, с юмором. Я... Меня невозможно пугать. Меня невозможно обижать. Да, кстати, насчет пугать и обижать, я помню, во время первой же беседы вы сказали, что у вас был эпизод с дракой, когда вы во время процесса, насколько я понимаю, то ли на вас кто-то напал, то ли вы на кого-то напали. А, по поводу Ольги Лейбман, хотите, да, я... По поводу... Ольга Лейбман, которая по телеканалам ходит, рассказывает, что я жену избиваю, ребенка, сына избиваю, только дочкой люблю. Обычно Кавказ дети любят, они не разделяют сын, но к сыну всегда больше. Ну, по-разному, наверное, да. Нет, к чему я говорю, да? Да. Как раз этот Ольга Лейбман с Пашей Дашевской, я вам дал фотографию. А, да, вот эту администрацию президента там. Он пришел в войну администрации президента, специально сделал селфи, отправляет моей клиентке, за кого я сел в тюрьму, она в Дубае еще тот период была, что Паша с командой Путина за 250 тысяч долларов решит твои вопросы, ты экстрадируй тебя сюда, тебя никто не посадит. Взяли 250 тысяч долларов, они, ее я экстрадирую сюда, ее закрывают, ее за полгода никто не отпускает. Потом она плачет, помоги. Я говорю, а что случилось? Я сначала ее освобождаю, фамилия Тверской, под домашний арест, у себя домой забираю. Домой к себе? К себе забираю, потому что она гражданка США. Ольга Лейбман, это ее близкая подруга. Сколько она с нее денег взяла, она помогла ей получать гражданство, ей, детям, ее детям. Родную подругу она к себе домой не приняла. Когда вопрос решалось, куда ее? Я был вынужден, чтобы женщина в тюрьме не осталась. Я забрал домой ее, к себе домой. Домашний арест, подписка о невыезде, потом дело закончено. Не уходите от драки. Этот, да, когда я его позвал, узнал, что, чем я занимался, оказывается, Ольга Лейбман с Пашей ей рассказывать, якобы они решили все. Через Московского городского суда, через МВД, через ФСБ. У меня все аудиозаписи есть. Я говорю, записывать принеси, я послушаю их. А я его когда позвал, я говорю, Паша Дашевский, сколько людей кидал он, если фамилию его сбивать, вот в интернет, Паша Дашевский, он оденет так, ну это Лейбман. Я понял, да. Все-таки эпизод с дракой, была драка, не было. А, я же ему сказал, если ты ее кинул, это твой вопрос, я не буду вмешиваться. Он когда мне сказал, давай 100 тысяч возьми, не вмешивайся, 100 тысяч долларов даю. Давайте про драку. Я сейчас это рассказываю. Но я его очень жестко оскорблял за это, я тебе кто, продажная женщина? Ну, не сериалом Брайне говорил. И слово за слово, я его очень сильно избил. Вы его. Я его очень сильно избил за то, что, зачем под меня ты деньги берешь с Ольгой? Сейчас даже Ольга Лейбман забейте в интернет, Таганский суд. Эта же американка с нее возыскала деньги, это все. Во время тоже нашей первой беседы вы рассказали о том, что в вашей жизни был эпизод схожий, когда пьяный водитель КамАЗа фактически убил всю вашу семью. Я даже после... Читаю, что Пашаев все это выдумал для того, чтобы вызвать к себе симпатии, что это не сажать. Я же не ребенок, чтобы к себе вызвать симпатии. Я же взрослый. Я просто вам рассказываю о том, что пишут. Как вы реагируете? Я вам это фотографию, я уже даже специально Вот эта фотография, это могила... Могила мою маму, папу, бабушке, просто братьев, троих братьев, просто не было, надо было копать, но не на что. Мама, папа и два, три брата, ну, двое в ДТП погибли, один до этого был. Юрий Грымов, известный режиссер, худрук театра «Модерн», вчера высказал предположение, что на самом деле у Пашаева и вправду погибла вся семья, и он таким образом, поскольку того пьяного водителя оправдали, он не получил срок, вот он как бы в лице Михаила, вот таким образом отомстил Михаилу и засадил его на восемь лет. Юрий Грымов, это очень известный режиссер, кинорежиссер. В задачи режиссера что входит? Фантазировать, снимать хорошие фильмы, правильно? Ну, я думаю, вам ответил, это фантазия безграничная, конечно, заслуживает уважения, мне даже в голову не приходило. Еще раз говорю, есть умышленные преступления, есть понятные, это неумышленные, у человека умысла не было совершено. Кем надо быть кого-то за что-то наказать? За что? Что мне делало плохого Михаил? Не знаю. Если я сам рисковал своей свободой и до сих пор это рискую, постоянно с утра до вечера, конечно, ОВД Арбат, как будто я уже живу там, постоянно очень ставка, как переходим на уточняющие вопросы, следователь говорит, вы правильно понимаете вопрос, то есть намек на то, что ты скажешь, не понимаешь вопрос или не отвечаешь. Это по делам, не имеющим отношения? В Сноку Ванзор, Арищенко, Мария кинули моих клиентов на 1 миллиард 200 миллионов в ювелирный завод. Я в 2017 году их привлекал к уголовной ответственности за кредитное мошенничество. Решил меня отомстить. Понятно. В 2017 году у меня с двумя свидетелями тоже его были плохие отношения. Он договаривается в полиции, пишет заявление. Я понял. Это те самые 8 дел, про которые говорил ваш оппонент Александр Андреевич. Это все дело Бутырины. Это же все дело Бутырины. Вы фамилию возьмите, кто. И Арищенко защищала Бутырина, вот которая там есть. А Хапкина защищала Бутырина. Там весь список. Еще знаете, что делать? Моим близким звонят, говорят, а вы хотите против Паши? Следователь говорил. Она звонит, ему говорит, вы хотите против Паши показания давать? Они говорят, вы что, офигели? А он нам что делал? Наоборот, выиграл, дела дал нам. Следователь звонит, отправляет. Следователь. Вы понимаете, где я столкнулся, чем столкнулся? Вызывает ОВД следственникам. Это я понял. Все-таки мне хотелось бы вернуться с этим более-менее понятно. К Михаилу. Вы во время прошлой нашей беседы второй говорили, что вы с Михаилом будете всегда. То есть вы его не бросите. Даже вот его отправят в лагерь. Сейчас, я насколько понимаю, вы такой опции не рассматриваете, что его могут куда-то отправить, раз вы говорите про оправдательный проговор во время... Сейчас объясню. Да. Если попросит о моей помощи, даже кто бы не был их адвокатом, я всегда буду помогать. Я даже Соне говорил. Я всегда буду помогать. Потому что я не из тех категорий, чтобы на что-то обидеться, расстраиваться, бросить. В каких условиях сейчас находится, Михаил? Он в таких же условиях, как любой другой? Все в рамках законодательства. В рамках что закон позволяет, он в том это находится. То есть самым лучшим. А что позволяет закон? Я же не знаю. Ну, человек, когда, не про Ефремова, человек, когда находится в карантине, у него и телевизор, и все условия. Сейчас телевизор, да, есть в камере? Три раза кормит, как положено. Врачи исследуют, обследуют. Как уточнить, что у человека нет ковида, да, сейчас у нас проблемы с легкими и так далее, и так далее, после чего они уже на общую камеру переводят. Такая же общая камера, что с утра до вечера ешь, пьешь и в телевизор смотришь. Если есть какие-то игры, нарды, карты, или карты не бывает, домино, там сидишь с утра до вечера в телевизор смотришь и играешь. А сколько там человек в камере? Он же не в одиночке, ясно, что он в какой-то... Зависит там от камеры. Есть камера 4 человек, через 8, есть на 30, на 40. Вы не знаете? Не помню. А вы с ним ведь не в камере были, вы встречались в комнате... С следственным кабинетом для адвокатов. А у него было свидание уже с женой после того, как на него надели наручники или с кем-нибудь? Или он единственный человек, которого он видел со свободы, это вы? Они общественниками. А что такое общественник? Вы уже употребляли этот термин? Объясните, пожалуйста. Чувственно, организация создает, знаете, как занимается защитой прав граждан. Так. Там они разнообразные. Правозащитники. Правозащитники. Они бывают разнообразные. Есть оказывать платные услуги, якобы они, правозащитники, они защищают, но им надо платить. А если реально, есть правозащитники, они ходят, интересуются, как он, условия его проживания, как он там живет, какие условия, да, к нему ходят. Ну, я же читал, что правозащитники ходят, где как раз она озвучивала, оказывается, и я кого-то обманул, привез в Москву, о ком говорил, по поводу Дашевского, который говорил в кино. Да, да, да. Вы, как это, любили, любили ваши персонажи. Это бессовестные люди. Ну, я сейчас скажу, просто человек нет чести и совести. Во-первых, у меня есть номер телефона визита, могла бы позвонить спросить. Вот у меня такая информация. Мне честно сказали открытым текстом, что будет просить, чтобы якобы вы его подставили. Я говорю, ради бога. Когда по закону, опять же, если мы говорим, положено свидание с родными у Михаила? Это суд дает разрешение. Сейчас по карьере приговор не вступил в законную силу, пока суд дает разрешение. Когда приговор вступит в законную силу? После апелляции, в день оглашения апелляции. Когда будет апелляция? Ну, я по закону все равно в течение 10 дней уложусь я подам. А если у них будут другие адвокаты, они также будут подавать. Текст апелляции вы согласовываете с Михаилом? Я же поэтому и к нему ходил. Так, по поводу... Я работу закончил, с ним закончил, но все равно... Получается, что нет, раз вы должны... Сейчас объясню. Чтобы работа была качественной, в дальнейшем никто не придирался. Я специально пошел, с ним определенный момент согласовал. Какие? Даже в открытом доступе есть. Они все, что говорят, правильно говорят. Я сказал, последний день... Я говорю, опять, я сам читал вот в интервью с журналистами. Я говорю, давайте последним подаем. Сейчас срок идет один к полтора. Последний день подаем и то по почте подам. В месяц, если выигрываем... Я просто уточню для зрителей, что дохождение в изоляторе это как полтора дня... Один к полтора. Пока приговор вступит в закон в лагере. Дома было 0,5. Один день 0,5. А в изоляторе один к полтора. Я же поэтому, когда люди не понимают, почему я тебе говорил, один к полтора идет срок. Чем дольше, тем лучше здесь. Вот вперед рассмотрели на апелляции. Там полтора месяца, тут полтора месяца, уже три месяца. Даже если в лучшем случае, в худшем случае восемь оставить, через два года четыре месяца он уже поможет подать на принудительную. Ну вот в этих нюансах очень сложно сказать. То есть юридически, с точки зрения закона, Эльман Пашаев по-прежнему является адвокатом Михаила Ефремова. Или вы говорите, что вы закончили дело, и то, что вы сейчас делаете... Я закончил работу, мне осталось подать апелляционную жалобу. Все. Мое соглашение окончено с ним. Мне остается юридически, формально апелляционную жалобу подавать. Но я уже, если я с ним не заключаю соглашение, я не приеду защищать свою апелляционную жалобу поддерживать. А как происходит вообще внутристоржение этого договора? Если Михаил... А расторжения нет. У меня срок истек. А, у вас срок истек. Ну у нас по закону предварительные следствия закончили, у меня соглашение и стекло. Так. Второй этап, как новый адвокат. Ты входишь в дело. Да. Новый ордер, соглашение, новый ордер. Суд первой инстанции, работу закончил, соглашение и стекло. То есть закончил свою работу. Идем в апелляцию, он также идет, адвоката вишет. С кем угодно заключать заново. Это все идет заново. То есть апелляцией может заниматься теоретически другой юрист? Само собой. Само собой, конечно. Это решение принимает фактически Софья. Да. Ну, вообще-то по закону кто угодно имеет право заключить соглашение, но они все равно в конечном итоге с Михаилом должны заключить соглашение. В конечном итоге. Вы обсуждали эту перспективу с кем-нибудь из родных? Нет. Я единственное, когда мы общались с определенным моментом, я сказал, я готов, если что, я всегда помогу. Кто бы ни придет, я понимал, что все с ума сошли. Я же вам говорил, с близкими я очень жестко. Ненавидели меня просто. Реально, меня ненавидели. Мне все равно. Меня интересовал результат не то, что они меня любят, не любят. Но они не понимали, этим же повредили ему. Когда сказали, давай признавай вину. Признаешь, не признаешь, все равно ему не помогло. Он не понимает. Еще раз говорю, какое признание вины, если потерпевшая сторона идут ва-банк и просили меньше восьми лет не давать. Потерпевшая сторона просила, чтобы это понимали. О каком условном? О каком колонии? Вот слушаешь с утра до вечера, смотришь на них, боже мой, у меня же в стране грамот людей много. Как можно на всю страну через телеканалов вот охене нести на всю страну? Ну, у вас есть готовность его защищать дальше. То есть, если он обратится, вы готовы? Я всегда, даже если не обратиться, мало ли, в будущем что-то попросит, я всегда буду готов помочь. Я это говорил. Я же, вы убедились, наверное, да, я вам сказал, после суда только первым вам дам. Да, я ценю то, что вы сдержали слово. И два дня никому не давал. И я человек, я вообще-то офицер. У меня есть слово офицера. ФСБ, как вы офицеры? Нет, не ФСБ. Я же в полиции работал. Вот. У меня есть слово. Я или не дам, если скажу, любой ценой доведу до конца. Даже были определенные моменты, сколько были определенные расходные части, так как я говорил, что пока результата не будет, я этого не буду, рубля брать не буду, все расходы понес сам. Чтобы вы понимали. Потому что ты, если договорился, сказал, будь мужчина, сдерживая свои слова. Ну, получается, что вот на этом этапе признания своей вины ваш доверитель вас подвел, потому что вы не советовали ему, он это сделал, вопреки... Слава Богу, хотя бы сказал, добавь хотя бы если, слово если, чтобы возможно было дальше... То есть это вы ему посоветовали добавить, если... А как по-другому? Если ты не говоришь, ну, человеку реально ничего не помнит. Ну, как можно человеку сказать, я это признаю свою вину? Ну, он говорит, если вы установили мою виновность, я признаю свою вину в полном объеме. Тогда у любого адвоката есть шанс по процессуальным нарушениям работать. А если он признает вину, он в дальнейшем не может говорить, что суд что-то нарушил. Он только может просить, дайте мне поменьше. только ты имеешь право обжаловать срок, не более того. В суде какие-нибудь видеоматериалы, кроме тех, которые показывали телезрителям практически всех телеканалов про... Вот машина Ефремова пересекает на Садовом двойную сплошную и врезается в машину Захарова. И потом снятые с мобильных телефонов разговоры и обстановка на Садовом. Какие-то видеоматериалы в суде разбирались, которые мы не видели? Да, государственный обвинитель последний раз предоставил видеоматериалов, якобы Михаил был на Плотниковой переулке, где кафе. Я говорю, подождите, безопасный город, всего-навсего на один год, на месяц хранятся информации. Я говорю, у нас почти два с половиной месяца прошло, откуда у Ситеби видео? Они что делали? Когда мои свидетели, один сказал, что где машина стояла, сзади сидел пассажир, они тут же видео предоставили в августе, в конце. Я говорю, подождите, а где-то видео было раньше? Вопрос я говорю, ладно, судей говорю, покажите, где адрес Плотниковой переулок. Вы мне покажите? Я говорю, у нас техника настолько сильно развита, все что угодно можно сейчас сделать. Якобы Ефремов заходит в бар, паб, футболка его, если обратить, до внимания, если не ошибаюсь, у него зеленого цвета, но с тремя полосами, белыми. А на место ДТП у него темная футболка, ну неужели в таком состоянии он перероделся. Фальс, фальсификация, не фальсификация, опять, суд отказал, игнорировал, что исследовать... Каков по-вашему может быть механизм этой фальсификации и кто ее организовал тогда? У нас, знаете, что плохо? Если человек попал, никто не будет разбираться, его надо добить. Это самая большая беда, это самая большая проблема. Это только у нас такая практика? Вы подчеркнули, что у нас... Слава Богу, у нас исправляют, но это практически... Нет, у нас больше. Если мы берем европейских стран, западных стран, у нас это очень сильно развито. Вы, как защитник Михаила Ефремова, изучали вопрос по поводу количества и работы камер в этой зоне. Все изучали, ни о чемное все. Ни о чемное. То есть? Мы даже в суде заявляли, давайте экспертизу назначим, хотя бы увидим лицо, хотя бы, чья машина. Машина приезжает. Там же есть камеры, которые снимают вот эту точку ДТП. А куда делась именно момент ДТП, кто выходит за руля? Да, вот этот вопрос задают все. Это вопрос я вам задам. А я же этому добился, господа. Как я могу признать вину? Все говорят, признал бы вину, ему плохо не было бы. Адвокат для чего? Задача адвоката исследовать все. Если где-то какое-то нарушение в законодательстве есть, как раз устранение это задача адвоката. я что должен был сидеть головой кивать и сказать молодец? Я вам хорошее вспомнил. Многие говорят, вот, строили шоу. Вот я вам могу фамилию назвать сейчас. Я защищал Дарью Радулова. Это жена Александра Радулова, хоккеиста наша. С каждым клиентом. Когда она пришла, у нее шансов не было ни на что. У нее был брачный контракт. Я брачный контракт. Но она об меня разрешили это говорит. Брачный контракт. Она не претендовала на что. И он мог спокойно ребенка забрать. Хотел это делать. Когда тоже, когда с ребенком на улице осталось, пришла ко мне, плакала. Я ей сказал, не бойся, и у тебя будет и квартира, и машина, и деньги. Я ей сделал все. Когда сказали гонорар. Сколько процентов? Там нулей очень много я отсудил. Но в мировом соглашении заключили. Я рубля не брал. А почему? Вы эту же работу проделали? У меня где-то 10% моей работы бесплатная. Когда касается именно таких трудных моментов, я не могу клиента деньги брать. У нее опять скажет наш зритель, а почему? У Ильмана какие-то мысли, наверное, она очень красиво и симпатично. Я с ее мужчиной в очень хороших отношениях. Но настолько Александр Радулов достойный мужчина, достойный мужчина, он максимально обеспечивает, ну, делает то, что для воспитания ребенка. Но вы знаете, почему я там мировое заключение, заключил мировое соглашение? У них обоих характер ужасный. И как у Даши, как у Александра. Даже после развода я попытался, чтобы они сошлись. Они опять сошлись с определенным временем жили, но опять не получилось. Что, к чему я говорю? Когда говорят, вот это дьявол, а только его деньги интересуют. Адвокат Александра Радулова, Павел, его зовут, фамилию не помню, это настолько грамотно грамотно Вы знаете, с грамотным адвокатом работать вообще не составляет труда. Ну, правда, конечно, я манипулировал и сделал определенные моменты, я и убеждал, что я признаю брак, брачный контракт недействительным, не столько получу несколько миллионов долларов, а намного больше получу. Они пошли на это, исполнили все мои желания, что я хотел для Даши Радуловой. К чему я говорю? Даша Радуловой, Александр Радулов, вы знаете, на всю страну гремело бы. Я очень просил, никаких журналистов. Ей такие деньги предлагали, чтобы в эфир пить по полтора миллиона рублей. Я говорю, Даш, это отец твоего ребенка. К чему я говорю? Я же устроил бы себе хайп. Сколько известных певец, которые на всю страну они гремят сейчас. Никто не знал. Были вашими довериями? Да, я защищал, да, конечно. Но сейчас вы можете сказать, это нельзя разглашать. Даша, я попросил, просто для интереса я мог, если мне нужны были деньги, я мог бы столько, сколько получать. Не то, что отдать все, сказал, вот ты для меня как пачерица, потому что Сиратова у нее никого нет, у Даши. Несмотря на серебряную призерку Олимпиады, какого года, не помню. Все-таки у нас несколько минут осталось. Значит, все-таки ваша версия или предположение, кто был за рулем машины Михаила Ефремова? На это не Ефремов, не я должен ответить, мы должны были ответить. На это должно следствие отвечать, кто был. Это не наша задача. Украинская журналистка из зала суда... Украинская напишет все, что угодно. Ну нет, она уже теперь... Это наша? Да, она уже перебралась к нам. Что за рулем была конкретная актриса театра современника, она фотографию разместила, я просто не хочу... Знаете, что хочу сказать? Там? Да. Как раз ДНК не установили, так мужчина принадлежит или женщина принадлежит ДНК. Так. Все, что угодно может быть. Что значит все, что угодно? И как женская ДНК, так же мужская ДНК. Следы, кто за рулем сидел? И вот в экспертизе тоже написано четко. Но я хочу узнать, брали ДНК у этой актрисы? Нет, только у Ефремова. Я им говорю, им быстрее надо было дело в суд направить. Потому что Ефремов первоначально признал, и поэтому им надо было быстрее вследствие направить дело. Но у вас есть все-таки ваше какое-то не юридическое мнение, а человеческое представление о том, был там водитель или Михаил просто может не помнить о том, что вы наставите на том, что за рулем джипа... У меня факты, прямые доказательства. Какие факты? Нет никаких прямых доказательств, Сельман. За рулем отпечатка другому человеку принадлежит. Он же, наверное, за рулем бежал? Это не факт, что человек вел машину. Может быть, потом, когда машина стояла, кто-то там крутил этот руэль. Кому надо было в таком состоянии кто-то крутил? Подушки безопасности. Ручка руля... Ручка, отпечатка его нет. В водительской двери. В водительской стороне. Но пассажирской не следована полностью. А почему не следуете? Если там никого не было, подушка сработала, почему не следуете? Почему времени безопасности не следуете? Почему пол или сиденье не следуете? Не смотрят, там следы, есть у него слюна или кровь? Почему? Значит, что-то есть. Лобовое стекло разбито, если обратите внимание, с правой стороны. Откуда, от чего? С левой стороны нормально, потому что пристегнутым был. Но если бы он разбил головой лобовое стекло... Он же сказал, что несколько... У него жутко голова болела. Ну, там бы, конечно, понятно, что были бы раны какие-то. И потом, почему не сработала подушка безопасности? Вы сейчас всю марку, всю линейку джип тем самым опустите, если скажете, что у них не срабатывает подушка на штурманском месте? Если пассажира нет, подушка не срабатывает. Хорошо, последний вопрос. Вы знаете, наверное, что ваш оппонент Добровинский готовится издать книгу, которая называется «Дело Ефремова». Вы собираетесь писать книгу? Ну, вот Добровинский, если писать, пускай пишет. Вот писать хорошо получится. Знаете, почему? Там же работает только фантазия. Незнание юспруденции. Я понял. Значит, у нас сегодня не было в эфире фантазий, как утверждает наш собеседник, я на это надеюсь. У нас в гостях был Эльман Пашаев, вел эфир Евгений Доделев. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!